Генеральная прокуратура отреагировала на факт массовой прописки граждан в ОШИ в преддверии выборов в местные кинеши. По данному факту в ЦИК прошло рабочее совещание с участием правоохранительных органов и ГРС. Сотрудникам отдела ГРС Южной столицы вынесли предупреждение о недопустимости нарушений законодательства. 7 февраля 2020 года в некоторых информационных агентствах опубликована информация о принуждении студентов со стороны преподавателей декана факультета высших учебных заведений города ОШ предоставить паспорта для дальнейшей их регистрации на соответствующей территории. При этом студентам была обещана помощь в их успеваемости по учебе, а также другие материальные вознаграждения. Данный факт 8 февраля 2020 года городским управлением внутренних дел города ОШИ зарегистрировано ЕРПП по признакам преступления предусмотрено статьи 39 и 192 Уголовного кодекса Кыргызской республики и начато досудебное производство по уголовному делу. Кроме этого, по итогам изучения публикации информационных агентств о массовой регистрации граждан в городе ОШИ в преддверии выборов 12 февраля 2020 года прокуратурой города ОШИ был предостережен руководитель отдела паспортизации регистрации населения города ОШИ о недопустимости нарушения законодательства. Эти материалы переданы госрегистрационной службой в Министерство внутренних дел. Министерство внутренних дел сообщило о том, что проводится полная проверка этих данных по всем пяти городам. Позиция о том, чтобы не дать проводить манипуляции со списками избирателей, она едина и в Центральной избирательной комиссии, в госрегистрационной службе и в правоохранительных органах. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся предотвратить эти попытки отдельных лиц. Начато досудебное производство по статье «Подкуп голосов избирателей Уголовного кодекса». Сотрудники прокуратуры продолжают мониторинг ситуации в период подготовки к выборам депутатов местных кенешей. По итогам рабочей встречи в Центральной комиссии по выборам и проведению референов в Кыргызской республике поставлена задача совместно с государственной регистрацией службы Кыргызской республики выявить так называемую резиновую квартиру, где осуществляется аномально массовая прописка граждан в целях увеличения списков избирателей. По последним данным, полученным из государственной регистрационной службы, в данном направлении правоохранительными органами начата работа по проверке таких жилых помещений. В случае выявления нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры. В списке избирателей, которые переданы от госрегистрационной службы Центральной избирательной комиссии, не содержат информации, не содержат того количества граждан, которые в последний месяц поменяли адрес на городскую прописку в городах, где пройдут выборы. По законодательству они могут быть включены в списки избирателей только в случае изменения отметки в паспорте. Контроль со стороны госрегистрационной службы и правоохранительных органов за соблюдением процедур изменения данных в паспорте будет усилен. Продолжение следует...